Недвижимость. Сегменты и перспективы. Дмитрий, начать хочу вот с чего. С вашей точки зрения, что вообще сегодня происходит на рынке апартаментов Москвы, которые, как известно, находятся в таком режиме жесткого законодательного урегулирования, ну, точнее, попыток законодательного урегулирования? Если говорить глобально про апартаменты, то их основным преимуществом всегда была цена. И люди готовы были пожертвовать некими объектами социальной инфраструктуры, садами, школами, парками. И пропиской. Да, и пропиской в обмен на некую скидку. Сейчас в контексте обсуждаемых законодательных изменений, безусловно, купившие люди надеются, что они смогут восполнить свои упущения, а люди, которые рассматривают покупку, надеются, что они смогут сэкономить и в будущем пользоваться всеми благами именно жилого помещения. В общем и целом, апартаменты продаются примерно на равных темпах с квартирами, то есть и тот, и другой объект пользуются своим стабильным спросом. Если мы посмотрим конкретно на субрынок апартаментов Москвы-Сити, что происходит там? Я бы сказал, что ситуация в Сити, она в принципе отличается от всего того, что происходит в городе. Люди покупают апартаменты в Сити по другим причинам, нежели они покупают их на рынке. Это по каким же, интересно? Очень много людей хотят жить и работать в одном месте. Соответственно, мы видим большое количество покупателей, которые имеют или арендуют, или купили офисы в Москва-Сити и хотят тут же жить. Есть большие кластеры людей, которые просто хотят жить все вместе по соседству, им нравится сгусток энергии в Сити, и в принципе можно, не выходя за пределы, получить все, что нужно. Есть большое количество иностранцев, либо россиян, приезжающих из регионов по бизнесу в Москве, которые точно так же хотят иметь возможность приехать и здесь остановиться. Соответственно, люди не сильно привязаны именно к социальной инфраструктуре. Не так много людей в моменте живут в Сити с детьми. Но это именно такая бизнес-элита, которой важно соседство с крупными компаниями и со всей инфраструктурой для жизни. Плюс всегда есть возможность на время отсутствия при желании сдавать их в аренду. И в принципе есть операторы, которые готовы у людей принимать эти апартаменты, ими управлять, давая им возможность на этом так же и зарабатывать. Обратимся к вашему проекту «Башня Федерации». Он состоит у нас из двух башен. Это вообще самое высокое здание в Европе, 374 метра. И в башне у нас 101 этаж, 97 надземных и 4 подземных. Башня «Запад» первая, она уже построена и полностью введена в эксплуатацию. В ней также есть зона апартаментов. Она расположена с 49 по 58 этаж. Они все уже достаточно давно проданы, оформлены в собственность. Соседняя башня «Восток» находится в завершающей стадии строительства. Надеемся, что осенью введем комплекс в эксплуатацию. Наши апартаменты мы на сегодняшний день активно продаем. Примерно от 500 тысяч рублей за квадратный метр у нас начинаются цены. Безусловно, чем выше, тем дороже. В любом случае, все цены можно обсуждать в зависимости от объема, от сроков проведения сделки и сроков оплаты. Возникает ощущение, что башня «Федерация» — это вообще номер один по части апартаментов в «Сити». Это потому, что это ваш проект или есть действительно объективные причины, которые вам позволяют так утверждать? Много причин, которые выделяют башню «Федерация» и апартаменты в башне «Федерация» в принципе из рынка. Если посмотреть на башню «Восток», то у нас апартаменты начинаются с 69-го этажа. Сравнивая эти с соседней башней, в которой апартаменты начинаются с 20-го этажа, то понятно, что 20-й и 69-й — это очень сильно отличающиеся друг от друга вещи. У нас самый маленький апартамент — 78 квадратных метров. Но при этом у нас есть апартаменты по 350-370 метров. Отдельные апартаменты достигают 500. То есть это вы сейчас хвастаетесь линейкой предложений? Есть большое количество людей, которые хотят, на удивление в текущей ситуации на рынке, приобрести что-то большое и просторное. При этом есть люди, которые в 350 метрах хотят сделать студию. Спальня и огромная гостиная с видом на Кремль. И если человек хочет приобрести такой метраж, то практически нигде в Сити он такого варианта не найдет. Если же посмотреть в целом на комплекс, то у нас самая большая по площади башня на территории Москва-Сити и, в принципе, одно из самых больших зданий в мире. У нас общая площадь комплекса чуть меньше 450 тысяч квадратных метров. И мы позиционируем башню как улицу, спроектированную вертикально. В рамках башни Федерации есть огромное количество инфраструктурных элементов. Есть действующий ресторан на 62-м этаже. Есть бассейн на 61-м. В башне Восток мы выбрали оператора и будет еще один ресторан на 89-м этаже. Под башней огромная торговая галерея. Она занимает 4 минусовых этажа. Мы сейчас завершаем разработку концепции. Но, в принципе, там будет все, что необходимо жильцу апартаментов для того, чтобы максимально комфортно чувствовать себя там. Хорошо. Убедили. Вы самые лучшие, самые высокие. И бассейн у вас самый высокорослый. Как происходит сделка? Вот приходит человек к вам, скажем, впервые. Если говорить о самых быстрых сделках, приходят инвесторы, которые знают, чего они хотят. И с момента первого звонка до подписания договора можно уложиться, наверное, 3 недели. Быстрее в любом случае вряд ли получается. Есть инвесторы совершенно другие, которые покупают либо большие апартаменты, либо приобретают офисы. У нас такие предложения тоже есть. И, как правило, по большим сделкам переговоры могут тянуться и месяц, и два. А в некоторых случаях они переваливают за полгода. Мы в конце прошлого года закрыли сделку, по которой мы работали 7 месяцев. С чем вы связываете такой долгий срок? Так как объект еще недостроен и не введен в эксплуатацию, люди, безусловно, оценивают свои риски. Хотят максимально подробно проработать договор. Параллельно с этим они смотрят на ситуацию на рынке. И параллельно с этим они пытаются торговаться по цене. А в ситуации с неопределенностью курсов валюты постоянными прыжками, люди, которые сидят в долларе или в евро, безусловно, пытаются еще и курс подгадать максимально выгодный, чтобы сконвертировать эти деньги и приобрести по минимальной для себя цене. Дмитрий, еще один вопрос хочу задать. Он связан с так называемой амнистией апартаментов. Приходила ли вам в голову мысль воспользоваться этим предложением? На самом деле эта история обсуждается нами с клиентами в том числе достаточно часто. Безусловно, вопрос прописки для людей, которые приобретают апартаменты в сети, он остро не стоит. Для них более важен другой аспект. Все считают свои расходы. Если сравнить жилые помещения и апартаменты, то они сильно отличаются в вопросе налогообложения. За квартиру вы платите 0,1%, а за апартаменты вы платите 2%. Соответственно, если эта амнистия случится и апартаменты приравняют к квартирам, то люди начнут экономить на налогах примерно в 20 раз. Все будут этому безумно рады. Поэтому, если это получится реализовать, мы, безусловно, этой возможностью воспользуемся. Недвижимость. Сегменты и перспективы.